О-охо-охо-охо! Приветствую всех адекватных и абсолютно разумных зрителей данного канала, а также случайных прохожих. Рад вас всех видеть на показе режиссёрской версии фильма «Урожайск», который повествует о достаточно любопытном ретро-квесте «Харвестер». Как многие из вас знают, изначально должен был выйти цикл из трёх частей, но, к сожалению, Ютуб очень сильно помешал выходу роликов. Из-за этого пришлось выход отложить на долгий срок, пока с канала не спадут санкции Ютуба. К огромному сожалению, они не спали до сих пор. Однако, глядя на огромный ажиотаж, среди зрителей было решено рискнуть и выпустить переосмысленную режиссёрскую версию, включающую в себя немного дополненные две части и финальную третью. Также сам ролик, скорее всего, не монетизируется, и Ютуб на него уже накинул возрастные ограничения. В таких условиях работает, к сожалению, очень и очень сложно. Вполне возможно, что сам ролик обречён быть неувиденными не то что новыми зрителями, но и теми, кто его ждал. Или ещё хуже. Ролик, вполне возможно, будет удалён. Но благо у нас получилось завершить эту историю не без вашей поддержки, конечно же, нет. И не без поддержки имба Энерджи. Спасибо, что не бросаешь меня даже в самые сложные времена. На данный момент у имбы всё замечательно. Клиенты довольны. Плюс появляются новые бандлы для покупки, как, например, прекрасные стартер-паки, где геймер может попробовать сразу много разных вкусов, дабы решить, какой его любимый. Ну и самое главное, у имбы недавно появился новый замечательнейший вкус, бабл гам. Бабл гам. Вкус жвачки, сладкий, сахарный, с лёгкой кислинкой, без привкуса резины и химоза, что очень хорошо, балдёжный вариант и пьётся легко. И это прекрасно, ибо бабл гам сейчас один из моих любимейших вкусов, как и арбуз дыня. Кстати, специально для вас я кровью и потом выбил наивыгоднейшее предложение. Юзайте мой промокод, и при покупке от 2000 вы получаете мощную пачку имбы арбуз дыня. В этой пачке аж 15 порций напитка, а это целых 4,5 литра. Нравится? Арбуз дыня. Для лета идеально. Просто офигенно газированный арбузно-дынный сок, но без мякоти. Вкусное оставили, ненужное убрали. Приятная новость для жителей Украины. Наконец-то вы можете заказать себе имбу Энерджи. Всё доставят без проблем, но и заодно приятная новость для москвичей. Теперь имбу спокойно можно купить в сети магазинов МОЗ Игра на Курской и Таганке. Если вдруг придёте туда, то не забудьте передать. Привет, имба Энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай имбу прямо сейчас. Если вдруг среди вас есть новые зрители, то знайте, что канал БВ, ровно как и казино, всегда остаётся в выигрыше. Дамы и дамы мужского пола! Желаю вам приятного просмотра! Если бы я был более достойным человеком, то этого ролика не было бы и в помине. Квесты 90-х Квесты 90-х это одна из самых замечательнейших вещей, что случалось с игровой индустрией. И суть тут не в том, что тогда лучше всего знали, как оперировать таким жанром, нет. Тогда была эпоха открытий и экспериментов. Определённой рецептуры разработки игр не было в принципе, и поэтому каждый будто на конкурсе талантов пытался придумать что-то новое и выделиться. Сделанным не по каким-то общепринятым или денежно-доильным стандартам, а чем-то своим, родным. У нас восхитительная сказка в трёх актах с тремя разными героями в рамках необычайного королевства. А у нас нас учки Пеннивайз. А у нас Василий Иванович из третьего Ведьмака. А я вот сделала фантазмагу. Заткись! А у нас Твин Пик с подметом, с очень глубинным смыслом и возможностью убивать... Время за прохождением невинного квеста про американский быт. Господа, поначалу мне было любопытно, но сейчас вы захватили всё моё внимание. Как сказал один великий румынский кашевар, если бы у моей бабушки были колёса, то она была бы мотоциклом. А вот если бы Дэвид Линч был двачером и упарывался кустарным крокодилом, дабы потом от передоза превратиться в говяжий бульон, то он сделал бы Харвестер. Харвестер — это один из самых тёмных продуктов игровой индустрии 90-х годов. Его можно было бы сравнить или даже приравнять к игре Харлана Эллисона, но проблема в том, что творение писателя имеет под собой достаточно явные смыслы и высокие материи. Проще говоря, видно, что автор пытался до нас донести нечто важное, а у истории была многослойная мораль. Харвестеры же — игра совершенно иная. По первой, да даже по второй, третий может показаться, что это самый безвкусный, вульгарный и просто срамный проект людей, что хотят заработать на шок-контенте. Мол, смотрите, у нас тут кровяка и всякие ужасы страшные, мы знаем, вы такое любите. Срамута! Ещё подозрение вызывает вот такой момент. Игра была выпущена в 1996 году студией Digifix Interactive, и это была их последняя игра. После неё они пытались выпустить стратегию, вдохновлённую команд Inconcur, но успели лишь выложить демо. Студия была распущена. И не кажется ли вам странным, что развал студии произошёл именно после этого с виду стрёмного квестика? Ну, вообще-то так и есть. Игра провалилась в продажах и получила достаточно средниковые оценки. Её, конечно же, занесли в самые разные списки самых жестоких игр, но по факту люди просто не поняли, что это за хрень, и в чём тут какой-либо смысл. Плюс самую игру сто раз переносили просто из-за того, что во время разработки происходили самые разные траблы с технической составляющей. Однако, не всё так просто. Очень часто гении бывают непоняты и отвергнуты обществом. И хоть Харвестер шокирует, но шокирует он тем, что под маской пошлый безвкусица оказался. А, впрочем, вам лучше это увидеть самим. Дамы, господа, трапы и прочие адекватные и абсолютно разумные подписчики, устраивайтесь. Буквально через пару мгновений мы отправимся в путешествие в, пожалуй, самый недооценённый, но гениальнейший щитпост 90-х годов, который будет понят лишь детьми просранной морали, то есть нами. Само вступление уже заранее нас готовит к чему-то страшному, ожидая, что буквально с порога нас выбросят в самую кучу кровавого месива. Однако после 3дшной буфонады и сисичи главного героя, внезапно начинается самый обычный квест. Мы играем за дефолтного Аяши, что очнулся в своей самой типичной спальне. У стенки стоит кларнет, принадлежащий, очевидно, жирной старшекласснице, а на подоконниках находятся самые обычные свежеполитые пластиковые растения. С этого момента я и начал подозревать, что что-то определённо не так. Больше понимания получаем мы и наш главный герой, лишь выйдя из комнаты. В зале пацанчик сидит и смотрит ковбойское шоу, а некая женщина на кухне готовит печеньки и сразу же выкидывает их в помойку. Сам же главный герой вообще без понятия, где он находится, имени своего не помнит, кто эти люди не знает и вообще он походу прибыл сюда из времени более современного. Но само собой, больше мы узнаём из диалогов. Поехали себе, Стив, или я скажу маму о тебе. Мама в кухне, и если ты меня убег, я её приглашаю. Смотри, я просто... Ты меня знаешь? Я бы не знал, потому что тогда ты не будешь быть мой брат, и я бы иметь твоя комната, и все праздники на Крестмассе. Но я буду скоро, конечно же, потому что ты хороший рот. Ты мой брат? Нет, да. Узнаем, что главного героя именуют Стивом, но приятные моменты на этом оканчиваются. Ведь абсолютно никто из семьи не желает верить в якобы чушь про потерю памяти. Тут же младший брат заявляет, что мы придуриваемся и вообще по жизни шутняра. Как же сильна дизмораль от пассивно-агрессивного младшего высрунка. Старшие братья и сестры поймут. Но давление на этом не заканчивается, ведь Стив идет беседовать с маман. Чё? Маму расстраивает наше поведение и то, что мы ее якобы не узнаем. Она считает, что мы дурачимся. Мол, вот когда надо будет носки постирать, тогда сразу Стивчик вспомнит ее. Плюс она весьма странно реагирует, когда пацанчик прямо говорит ей, что он потерял память. Мам, не усугубляй. Дальше хуже. Что с мамой, что с братишком? Мы ведем самые разные диалоги, дабы потихоньку узнать, что да как тут творится. Братишка имеет какое-то наркоманское пристрастие к телевизору, а мама вроде бы и хочет тому по шее надавать, но, к сожалению, занята тем, что готовит печенье для особой ярмарки. Мам, а вы будете смеяться? Но это вполне диалог уровня Твин Пикса Линча. Или же доктора Стрэнджлава Кубрика. Или же бутылочки водки от Басковой. Мне это нравится. Не знаю, что здесь происходит, но выглядит все очень и очень астрально. Стив, кстати, узнает, что у него еще и отец есть. Но, увы, его заперли в комнате, так как, по словам маман, он решил отдохнуть. А если вы лайкнете это видео, то я вам поведаю, что будет, если сказать маме слово на букву Ф. Реально говорю. Поставьте лайк, и я буквально сейчас вам расскажу, что будет. Поставили? Ладно, поверю вам на слово. И это еще ничего. По оригинальному сценарию, мама после этих слов должна была раздеться до нижнего белья. Да, именно в таком виде она далее и готовила бы печенье. Еще был вариант со словом Доминаторикс, но, к сожалению, этот момент либо вырезали, либо решили не реализовывать. Кстати, да, в игре очень много вырезано. Видимо, все культовые игры обречены страдать недугом обрезания. Ну, надеюсь, мы еще увидимся. А пока что от родительницы Стив ловит более-менее адекватную цель локального бытия. А именно, оформить заявление наступления в масонскую ложу урожайска. За нее я потом поясню. И заодно попытаться познакомиться с местными жителями. Включая нашу будущую невестку Стефани. Фьянсэй? Это невероятно! И это далеко не шок. Дальнейший разговор с этой женщиной лично у меня вызвал самую суть термина. Противоречивое чувство. Противоречивое чувство. Стефани is great at cooking and cleaning. What's cooking and cleaning got to do with anything? Honestly, boys are so dense. What else is there for a wife but cooking and cleaning? You may not appreciate a hot meal on a clean plate when it's there, but if it wasn't, we'd hear about it soon enough, I'll bet. You're saying that's all there is to marriage? Cooking and cleaning? Well, you'll have to ask your father about that, but I'm sure Stephanie will do her duty when the time comes. Ew. Bless your innocence, but there are certain disgusting truths that go along with marriage. Facts that can't be disguised by sheets which wrap around the contours of flexing go-goes and bouncing legs. You can't know what I'm talking about, and that's best. When the time comes to make a baby with Stephanie, you'll have to make your peace with the fact that when a farmer plants his seed, he can't help but get some nasty dirt on his hoe. После таких слов, кто угодно решит посвятить свою жизнь целомутрию. Блин, а есть ли в этой игре хоть что-то светлое? Может, наша младшая сестра хотя бы адекватная, а? Ёб, ну не. Эх, жалко, конечно, что эта игра не попала к нам в 90-х. Я бы послушал озвучку этой игры от Фаргуса. Нам же с вами ныне следует выйти на улицу и открыть для себя целый огромный городок. Но перед этим не забудьте отдать газетную макулатуру мальчику Джиме. Эй, Стив, я Джимми Джеймс. Помнишь меня? Эээ, я думаю, что не. Эээ, почему ты не бросил пепер для меня в ночи? Если вы его слишком часто будете игнорировать и не давать газетки, то он застрелит вас. Жизнь вражайски и опасна и трудна. Папова. Субтитры сделал DimaTorzok Тут же мы видим еще один вариант, что сыскал популярность лишь на определенное время. Графика с использованием фотографий и отснятых футажей. Достаточно спорный метод, но, однако, именно он позволяет насладиться живой актерской игрой, которая, к слову, может запомниться вам надолго. А вот в моей фантазмагоре... А теперь предлагаю познакомиться с нашей будущей невесткой и ее семьей. К сожалению, в первую очередь из ее семьи попадается... Мистер Потсдам. Этот странный жирафуфел с виду относительно нормален, не считая его помешательства на мясных продуктах. Он заявляет, что абсолютно счастлив предстоящему событию, ведь отец Стива заведует локальной мясницкой, и поэтому Потсдаму будет доступ к мясному урогу изобилия. Он настолько любит мясо, что уже даже есть фото, где он мясо теребит. Ля как заливает бочка сальная. С его женой разговор, конечно, чуть попроще. Хотя Стив подмечает, что она очень сильно смахивает внешне на его мама. От общения с этими двумя, мозг Стивчика обогащается некоторыми знаниями. Например, тем, что Мистер Потсдам пытается вступить в ложу, но его то и дело динамит. Бедолажка. А еще Стефани чисто на всякий случай наказана и запрещено выходить из комнаты. Видимо, не хотят, чтобы она соскочила и передумала выходить за обладателя лакшери-сисечек. Благо, будущая родня разрешает подняться наверх и повидать Дивулю. Кстати, увидеть мы ее можем и намного раньше, через дырочку в ванной. О-ля-ля. Видимо, Батяня втихаряну подглядывает за дочуркой и разминает свое мясишко за пределами картины. Вообще, обследовать ванну само по себе интересно. В шкафчике я, допустим, взлутал парочку тампонов и смазку ОРАЛУП, что помогает входить и выходить из узких местечек. О-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Как вы поняли, а коль не поняли, то сейчас поймете, Стив и Стефани единственные непонимающие люди в этом городке, потому что именно они люди, по сути, своей. Родители наказали девушку и велели ей не покидать с ее помещения вплоть до свадьбы. Сама же Стефани поясняет нам, что, походу, все в этом городе крутится-вертится вокруг сраной ложи, контролирующей город. И если мы хотим понять, что происходит, то стоит двинуться именно туда. Сама же девушка ничего сделать не может и просит Стива разобраться. Что ж, ну почему бы и нет. Правда, перед этим стоит максимально тщательно изучить город и его жителей, ведь, по сути, это одна треть всей игры. Лишь после тотального знакомства со всеми следует двигаться дальше. Ох-хо-хо-хо-хо. Короче, если вы сидите и пьете чай или кушаете, то будьте готовы к тому, что в определенные моменты и после определенных фраз у вас изо рта повылетает все содержимое. Сейчас мы будем лицезреть весь цирк уродов города Урожайск. Это мистер Джонсон с его горячо любимой Тачилой. Hello, Steve. How's the husband to be? Он по натуре типичный такой пожилой холостяк, который всрал все возможности завести семью и тебе сидит да делает вид, что так все и было задумано изначально. По типажу схож с нынешним Мэдисоном. Да даже юмор одинаковый. Так, я понимаю, эта кликуха теперь прилипла к нам, да? Локальный мемас, ты теселян, да? Вы смотрите, не троллируйте меня, а то как спою... Вы, кстати, будете смеяться, но это не особо повлияет на сюжет основной. Ну да ладно! Продолжение следует... Вот вы знаете, я вот действительно хотел посмотреть, как мистер Джонсон стримит. Тип он достаточно интересный. Особенно интересная его попытка охомутать владелицу местной кафешки, Эдны Флицпатрик. Эдна Флицпатрик – одна из лучших женщин в городе. По его словам, она одинокая мать, что отвергает его только так. И это вообще не поггерс. Никто не смеет отвергать мистера Джонсона. Ее дочке нужен хороший отец, а вот Эдне... Именно на этом моменте лично у меня изо рта выплеснулась порция чая прямо на монитор. Неподражаемый персонаж. Драма на уровне шоу с Андреем Малахом. От кого же Эдна получает ежедневную порцию пениса? Скандал, инвига расследования. Пожалуй, закончим на этом общение столь замечательным дядей. и двинемся дальше, а то у меня уже следом печенька изо рта вылетела. Следующей на очереди будет дама, что обитает в этом замечательно заброшенном доме. Прощайте, мистер Джонсон. Господи, надеюсь, хоть тут мы встретим кого-нибудь относительно адекватного в общении. Вроде бы это обитающая в доме полный мост. Женщина выглядит очень даже нормально. Прямо как женщина с поленом. Честно говоря, я мог бы ее полностью проигнорировать, потому что конкретно эта дама для сюжета абсолютно никакой роли не играет. Однако диалоги с ней и ее просто восхитительные истории не способны позволить мне пройти мимо. Суть ее бытия в том, что она борец против системы. Пока все разводят пчел, чтобы зарабатывать на меде, она разводит ос ради эстетического балдежа. Да и сами осы, по ее словам, ребята, прям скажем так, базированные. Осы, это база. Yes, a great deal of pleasure. The wasp is a sensual being, not a laborer. Hedonistic instead of industrial. Some think them quick to anger. In truth, they are easily swayed to ecstasy. They penetrate your flesh. And the muscular contractions in their thorax, as they pump venom could be likened to the muscular contractions of ejaculation. Each painful wealth. An act of love. Ну вот, на этом мы, пожалуй, с ней разговор и окончим. А вот и локальная пожарная часть. Это место также полно приколов. Именно здесь обитают пожарники, придумывавшие раньше всех такой термин, как гомоирония. Например, сейчас они практикуются в рисовании голого мужика. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do. Hello, Steve. Welcome to the house of flame, as we like to call it. Oh, cut it out, Spot. Honestly. Once he gets barking, a good piece of meat is the only way to shut him up. There you go, Spot. Пожалуй, еще немного я свой канал переменную. Футняру. Сами пожарные даже не скрывают то, чем они тут на самом деле занимаются. Хихикают, рисуют обнаженных мужиков и планируют будущие эстетические апгрейды пожарной части. Сейчас, например, она снаружи украшена цветами. Пожарные гидранты напоминают пенисы. Это, кстати, прямым текстом говорит описание в игре. А на будущее у искорки запрятан некий моток роскошной ткани. Это были лихие 90-е, но уже тогда была изобретена примерная концепция будущих художников интернет-клубнички. Кстати, искорка высказывает нам некоторые интересности о недавно сгоревшем газетном издании Урожайска. Интересно и познавательно. Надо будет потом обязательно туда наведаться. А пока что удачи, веселые ребята. Хм, может в магазинчике нас ждет островок спокойствия. Вы не поверите, но тут реально все забыстно. Заведует магазином Миссис Фелпс, и она одна из немногих, кто, походу, не тронулся умом. Ну давай, назови меня еще раз, шутняры кончалыка, ты старая. Эту бабку не особо волнуют проблемы окружающего мира, разве что она слегонца будет нас троллить от случая к случаю. Например, если куплю у нее за четвертак журнал с голыми бабами. Я что-то только сейчас подметил турафлянку с ее стороны насчет пожарных. Ладно, это было смешно. Ооо, а это отделение местной почты России получается. Это особенно стало явно после того, как я обратил внимание на женщину, что пытается прочесть свою почту. Женщина, кстати, слепая. Этот почтмахер Бойл, с виду веселый и добрый мужик, однако по факту он типичный странный бюрократ. Именно у него мы можем получить форму для подачи заявки на вступление в ложу. Копии этих заявок он распечатывает в начале каждого месяца, и именно в начале каждого месяца эти формы необходимо успеть урвать. Но другие дни он копии не делает, потому что так не положено. В общем, ничего с этим представителем почты России мы сделать не можем. Пока что. Валим дальше знакомиться с этим миром. Это локальный барбершоп Мистера Пастроли. Он итальянец молчаливый, коего я совершенно случайно ударил насмерть. Не бойтесь, я если что загрузился. В общем, в этом помещении находятся три персонажа. Правда, поговорить полноценно мы можем лишь с двумя, потому что господин Пастроли ничего не понимает по-английски. И кстати, мы изначально могли с ним поболтать, но эту возможность убрали из финальной версии игры. Насколько я понял, он должен был быть одним из единственных людей, кто понимал, что здесь происходит и желал нам помочь. Ну да ладно. Что насчет остальных твоих? Они забавные, но каких-то мозговыжигающих речей нам не толкают. Челопутер пытается доказать, что на полях знаки оставили инопланетяне, и вообще он на них охоту ведет, и даже одного поймать успел. А полу-покер все желает нам втюрить отделку дома алюминием. Насколько я знаю, события в игре происходят именно тогда, когда подобная отделка была в моде. И суть в том, что эта отделка с виду классная, модная, и на словах вообще все very nice, но на деле это пососня полнейшая. Прямо как сборка на райзене. Ох, наконец-то я вас привел к одному из самых сладких моментов игры. Одна из тех мемных жемчуж, что вы будете то и дело вспоминать. Бастер Монро и военная ядерная база, которую он охраняет. Как вы уже могли заметить, Бастер Монро полковник. Бастер навсегда мне запомнится, хочу я этого или нет. Пока все шуткают над бедным ником Вучишем, я шутки ради буду приводить в пример полковника Монро. Типа, полковник Бастер Монро не видел мультиков целых 10 тысяч лет. Ребята, вы слышали, какую кличку дети дали полковнику Монро? Нет, какую? А карачок! Данный персонаж, ровно как и женщина Асани, играет для сюжета и для самой игры, никакой роли. Мы даже можем не приходить к нему сюда. Однако порой именно такие персонажи накидывают весы игры. Наполнение для культурной ценности. Полковник Монро бывший участник боевых действий, что ныне обязан стоять здесь и охранять ядерные боеголовки. Ну, я думаю, у вас есть, ну, смертные боеги против accidents? Смертные боеги? Не будь так сильная сила, милая. Нет, нет, смертных боегов. Это в 50-е. Why are you asking about the button, son? I'm just a little nervous about it. I mean, suppose an accident happens. Don't get your panties in a bunch, mister. The button is perfectly safe. I keep it on my person all the time. No commie bastard is getting his mitts on this button. No siree, Bob. No one initiates a nuclear holocaust in Harvest except me. Еще больше ля хьюмора можно слоить, если вывести его из себя и заставить поведать, что Стив сраный коммуняка. I appreciate your honesty, comrade. Хотя лично я чуть не помер, когда начал в подробностях рассказывать, как свои две шпалы потерял. You say before you came to Harvest, your lower torso was shot off in the war? That's right. I was behind enemy lines. The night was dark. The rain wet. Plastique I was supposed to rig the bridge with. Precariously sandwiched between my knees as I crawled in the muddy mud. I didn't see the Jerry taking aim at me with his machine gun until half of me was flying through the air. With a quick spray of bullets in a straight line, it shot my body clean in two. My lower body landed at that Jerry's feet. I can still hear him laughing as I started crawling in the general direction of England, calling behind me in broken English. My friend, where is your legs? Lookie, what have we here? Some legs? Hey, did they never lose some legs? I'll never forget looking back over my shoulder and seeing that crowd doing the can-can with my legs. I did this last night. What do you think? Remember? Duck and cover? А вот и мясницкая. Это особенно важное для повествования место, хотя потому что тут командует папаня Стива, который пока что дома отдыхает. Именно сюда мама же хочет отправить парнишку работать в далеком будущем. Хотя лично я бы не стал тут работать. Ведь очевидно понятно, что качество мяса то даже хуже, чем у Мираторга. А сегодня у нас новинка. Молочные сосиски Гав. Котлета внутри котенка, а котенок внутри сосиски. Этого чела зовут Пэт Орайли, и он работает на папашу Стива. Он искренне уверен, что именно они предлагают городу самые лучшие мясные изделия. И нет ничего лучше, чем хороший красный стейк. Держи в курсе, Пэт. Держи в курсе. А это школа. Школа, где учат детей. Лучшие преподаватели доступны детям. Это учительница против телесных наказаний розгами. А вот наказание бейсбольной битой. Преподаватель кода. Еще лучше юморески выдает директор Хэррилл. Квалити тайм можно перевести по-разному. Под смысл он означает наставления со стороны взрослого, а еще и хорошее времечко. Не буду я ходить вокруг да около и прямым текстом вам скажу. Под квалити таймом он буквально имеет в виду секс. Ныне же во времена эпидемии подобное времечко называется вирт. Вниманию вашему я представляю локальную телестудию приколов и веселья. Именно тут снимают ту замечательную познавательную передачу про ковбоев и индейцев. Мы даже имеем честь пообщаться с главным действующим лицом, с маскотом всей фабрики приколов, ковбоем Райдером. Самый лучший комплимент. Когда я впервые назову свое настоящее имя, какой-нибудь умник обязательно пишет в комментариях нечто подобное. Конкретно в диалоге с Райдером я начал подмечать нечто такое, чего вообще не ожидал. Повесточку от разработчиков. Имею в виду, конечно же, не нынешнюю актуальную повесточку, а серьезный месседж. Violence is as American as apple pie and low SAT scores. Where would we be right now if the cowboys hadn't gone out west and butchered innocent people to steal their land? Answer me that, Mr. Know-It-All. But what about studies that have shown that children become more violent when watching violence? Buckaroo, I rip the guts out of godless heathen engines. Most kids don't see godless heathen engines on a regular basis. And if they do, they better either get their eyes checked or do like old Range Rider and shoot the bejesus out of them. Lest they want to go untreated for psychotic hallucinations or wind up with their scalps hanging from a buckskin belt. The parents that are griping about violence on TV are the same parents that go outside in the morning to fetch their papers. Secure in the knowledge that they won't get an arrow through the noodle because the violence they hate so much done cleared the engines out of the neighborhood. Yeah, civilization has benefited from violence. But should violence be treated as entertainment? Check my rating, son. Violence is entertainment. I just put it on the air. If some kid watches, that says something about the kid, not me. Иронично даже в какой-то мере. Да, мои дорогие. Backaroo. Now, excuse me. We're going back on the air. Тут есть еще отдельный кабинет, где чилит начальник этой студии. Правда, я заметил его только ко второму прохождению. Луль. I've lost my memory. That's news. The hell it is. You always were a kidder, Стив. Any real news to tell me? Ну и пошел ты усраку. Фрункул кабельный. Кафешка. Изначально он назывался кафешка Эдны, но теперь все ради рофла кличут его кафешка ДНК. Ох уж и юмористы обитают тут. Но трижды всего заведения бытует Эдна и ее дочка Карин. Ох, Стив, что ты делаешь, что ты делаешь? Снимаешься на меня так? Что ты делаешь? Бог, за секунду я думала, что ты был мистер Джонсон. Ах. Что ты хочешь купить? Моя имя Эдна Фитцпатрик. Я не одна, которая с амнезией. Тогда ты веришь в меня? Ну, ты всегда был ребенок, Стив. Мама-одиночка и шалунья дочка. Отром, чем в дайвере, она все, что я имею. Муж дамочки обрюхатил ее и пропал непонятно куда. Она жена не заведует кафешкой, растит дочь и ведет самый нормальный образ жизни. Безрония, она одна из немногих адекватов. А еще именно она всеми силами отбивается от мистера Джонсона. Еще никто так тонко не обзывал человека ананюгой. В этой же кафешке достаточно часто обитает и другой персонаж. Шериф Дуэйн. Это ментовский участок и в нем сидят два челика. Ох, собрался. Поехали! Я даже не знаю, с чего начать. Шериф Челл вроде нормальный. По крайней мере, он делает вид, что реально заботится о городе и его жителях. Допустим, он реально обеспокоен этими приколюхами, связанными с амнезией. Не я один уже схожу с ума за все это. У Стива тоже начало крыш срывать. Масло в огонь подлили норовоучение шерифа. Именно. Буквально все нам намекают на вступление в ложе. Учителя, Эдна, родители, полковник. Хотя Бастер Без Ног, правда, просто хочет узнать, что там происходит. Возможно, в ложе засели коммуняки. Конечно, по факту, шериф Челл бесполезный относительно защиты, закона и порядка. Допустим, когда мы обсуждаем пожар в здании и печатном издании, оказывается, все тут у них всрато. Ох уж этот дивный урожайск. Зато стоит мне ради угара дать юный Карин журнальчик, пошлый, как подъезжает шериф и отчитывает нас. Продолжение следует... Тут же мы сразу перескакиваем на товарища Лумиса. Он помощник шерифа и очень добрый ламповый дед. Правда, тоже не без странностей. Лумис. 71 год. Пошлый. Ну да ладно, вы же, наверное, стали от этих приятных новых знакомств. Какая-то уже минута ролика. 15-я? Пора бы потихоньку сюжет сам начать, но перед этим навестим еще одного персонажа. Пред нами сейчас кладбище локальное. В нем, конечно же, никого нет, хотя за глаз цепляется склеп, который принадлежит роду Потсдамов. Достаточно странно, что у такой относительно чмошной семейки есть собственный склеп. Следом я перемещаю его с локальной мартуарей и знакомлюсь с мистером Мойнханом. Стивен? Кто ты? Я Данил Мойнахан. Мортистор и предприятия в The Wayward Hotel. Многие люди спрашивают, почему я не помню их имя. Ну, ты всегда был милый, Стивен. В общем, он чё-то тип местных труп-дел-мастер. И к тому же обладает максимально приятным голосом. А это отель, которым, кстати, тоже заведует Мойнхан. Сап, сяп. И, наконец-то, то, что вы так долго ждали. Там-та-та-дам, там-та-та-дам. Сюжет. Мы начинаем двигаться по сюжету. И история наша находит продолжение около входа в здание ложи. Его я называю... Масонский челик. Извините. Как бы по тексту, я сейчас текст читаю, по тексту это должен засмеяться максимально естественным образом. Но у меня это получилось естественно просто, потому что я вспомнил вот эту физиономию. Просто мне его лицо такая с ухмылочкой чё-то прям в душу запало. Особенно начинается ржака, когда он весь такой серьёзный заявляет. Если ты хочешь вступить в ложу и познать наши тайны, то сначала заполни форму в почтовом офисе. Ну и теперь наша задача достать эту чёртову форму и заполнить её. До очень многих моментов в игре просто так не додумаешься. Разрабы буквально говорят экспериментировать, сохранившись пред этим. Я же буду просто говорить, как и где что сделал, а вы уже сами думаете, как до этого можно додуматься. После того, как Стив изучил город и его жителей, он, чадовской походкой, решил изучить то самое сгоревшее здание. И, о, удивление! Оооо? С помощью лопаты мы откопали пару рофлов, одна из которых пуговка почтальонская. Используем пуговку. Пуговку. Используем пуговку как предлог для разговора. Слово за слово и мужик как бы нам намекает в открытую, что это именно он сжёг то здание. С его слов, нам будет доступна форма для вступления в ложь, если мы поможем ему и заберём из ментовского офиса канистру из-под бензина. Ох, тут-то и начинается веселье. Ныне шериф сидит и совершенно лампово чилит в кафешке Эдне. Тем временем в офисе совершенно один сидит лумес, а значит до комнаты с уликами добраться расплюнуть. Нужно всего лишь отвлечь бедного старика пошлым журнальчиком. Ооо, ооо, баджой. Ооо, баджой, Джиммини. Ооо, это реально. Ооо, могу я это иметь? Ооо, спасибо, Стив. Извините, я хочу пойти. Дед левает полировать одноглазого Джеки Чана, а Стив с чистой душой врывается в комнату с уликами и лутает абсолютно всё, что только может найти. А находит он канистру, кроссовки и фотоаппарат. Неплохо. Далее случается абсолютно жестоко, я бы даже сказал, кровожадная сцена наказания хорни деда. КОНЕЦ Поистине жестокая игра. Стив наконец-то идет к почтовику и выменивает канистру на необходимый клок бумаги. Тан-дан-дан-дан! Наконец-то спустя столько времени эта сраная бумага заполнена и готова быть отдана в руки масонского челика. Кстати, существует русская версия игры, хотя она во многом не точна, по моему мнению. Однако там с большим удовольствием перевели все записки, так что вашему вниманию представляю ту самую, но уже заполненную форму для вступления в масоны на русском. Смотрите, смотрите, не торопитесь, я тут посижу. Держи, ехидный мужчина! I see you've managed to acquire an application that demonstrates resourcefulness, a desirable trait for prospective members. You need a rest. Report back here for your next assignment. И на этом оканчивается первый и, пожалуй, самый трудный день из жизни нашего замечательного шутняра по имени Стив. После всего пережитого ему стоит отдохнуть и как следует переводить увиденное. И, пожалуй, не ему одному. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отдохнули? Переварили? Молодцы! Тогда идем дальше! Сынок, желаешь ли тост прямиком из нашего абсолютно нового тостера Крэндалл с автоматическим контролем румяности? Нет? Может, тогда тебе захочется... Наш молодой шутняр Стив насладился сладкими снами и снова очутился в уже родном для него урожайске. Как вы можете заметить, ничего не поменялось. Мама все так же переводит тесто на печенье, а братишка смотрит телевизор. Ныне наша задача вернуться к масонскому челику и узнать, че почем хоккей с мячом. Я считаю, что вы желаете быть инициативен into the mysteries of the order of the harvest moon? Да! Очень хорошо. Знаете, что защищение аппликации был только первый шаг на дороге к освобождению. Ситуация теперь такова. Заполнение бумажки на вступление было лишь началом нашего пути, и теперь это, дабы доказать, что мы достойный чел на максималках, нам надо выполнить серию рэфельных поручений, которые масончик называет... Брифинг первого задания был таков. В урожайске живет мистер Джонсон, чья единственная радость и гордость жизни — машина Такер. Стиву необходимо взять и оставить на машине царапку, и... все. Самый обычный пранк без подвоха. Изначально я хотел схитрить и убить мистера Джонсона, дабы потом втихарину поцарапать машину, но Стива за это поймали, отругали за столь идиотское преступление средь бела дня и отвели на казнь. Что вы люди хотят от меня? Те лето за это, бар! Аньте, Сарджант? Сарджант, это правда, Сарджант. Сарджант, ответы только могут находиться в лодке, и вы должны быть живым, чтобы увидеть их. Кстати, в американском жаргоне Мистером Джонсоном часто называют писюн Завтра мы вернутся отрезать твой Джонсон Не понял? Я сказал мы вернутся отрезать твой Джонсон Короче, мой радикальный метод дал сбой Придется поиграть по правилам Для этого необходимо с помощью эротической смазки Смазать ключ от канализации торчащей Достать его И далее случается трактор, превращающий день в ночь Таким макаром совершенно внезапно квест по виду И звуку становится похож на Metal Gear Solid И именно теперь можно спокойно и не боясь посторонних Взломать люк и под землей на крысичах Пробраться до гаража Мистера Джонсона Где стоит его машина и кое-какие вещи Наводящие на странные мысли Например, плакат с лучшим томбоем 1948 года Эх, времена идут, а предметы интерес одни и те же Ну да ладно, пора бы уже сделать свое грязное дело Совершенно неожиданно задание оказалось без подвоха И я успешно сдал его масонскому челику А тот в свою очередь похвалил нас И без какого-либо промедления поведал нам про задание следующего дня Украсть у пожарных рулон бизарной ткани Коя им весьма дорога Однако все это будет завтра А сейчас же нас отправляют спать Как вы могли заметить, если сразу же в первый день Со всеми поболтать, то дни сами по себе начнут пролетать Куда незаметнее И вот день третий Стива ждет увлекательный квест Приключения Ему необходимо украсть талон тканью у пожарных Однако внезапно мама радует его трагичной новостью Ну да ладно Не будем о грустном Я уже вижу, как вы там приуныли И поэтому приготовил для вас веселячий диалог С грустным мистером Джонсоном Горюющим по своей покорюженной машине Его жалко Ну или было бы жалко, если бы я в эту игру играл в 90-х Игрок из задания ложи был вынужден заставить человека страдать И это, конечно же, ужасно Однако разрабы при разработке игры внезапно предположили Что игрок по натуре может оказаться асоциальным анимеподонком футболки с логой эйфории Поэтому в игре предусмотрены необязательные возможности для подростковых шалостей Как бы люди не пытались казаться правильными У многих из них за спиной те еще грешки Например, шериф договорился с местным телевизионщиком и почтальоном Дабы сжечь местную вещательную станцию конкурента И тем самым заиметь гривны Мало того, шериф ныне вымогает с почтальона деньги Дабы тот не сел за поджог Стив же, аки ангел, мщение заимев нужные доказательства Сможет наказать шерифа троллингом Дабы получить с него одно право на халявное преступление Да, пахнет жестью, но большей жестью является тот факт Что бумаги с доказательствами Стив может откстерить И после получения талона на бандитизм взять да рассказать обо всем этом жителям города Бой, шериф Дуэйн sure isn't a Postmaster Boyle for a lot Offhand, I'd say it looks like blackmail something fierce Wonder what Boyle could have done And the sheriff, a blackmailer? My goodness Hold on a sec We're back with the news flash, buckaroos We've just gotten information from Steve That sheriff Дуэйн is blackmailing Postmaster Boyle for something or other Stay tuned for further developments as soon as Steve can come up with them Меня зовут Стив, но товарищ шериф меня называет Крисич Пи-пи-пи Ну а теперь орлончики пожарской ткани и наши пакости Во-первых, пакостить мы также обязаны ночью А во-вторых, собака Ночью в пожарной части будет сидеть пес Который своим лаем легко выдаст нас ментам Как мы помним, со слов одного из пожарных Пса легко можно заткнуть куском мяса Однако и тут не все так просто Мясо нам выдадут на работе отца Только по подписанному разрешению бати Который сейчас заперт у себя в комнате На все том же отдыхе И вот тут-то мы с вами остановимся Дверь в комнату закрыта Так что я выключаю сигнализацию И используя инструменты Ломлюсь через решетку в комнату отца Представляю вашему вниманию родительскую комнату А вот и папа Далее между отцом и Стивом случается самый безрой неправдивый диалог по душам Батя раскрывает перед сыном всю суть семейной жизни А вот и пузы Ah, и пузырь и пузырь и пузырь А то он опять старается, а потом их� угрозит и отмете Уберите�� и пузырь и пузырь Небели по всему варианту уменьшим Небели по высшим свалим На этом Стив прерывает отца, так как видит, что тот уж совсем на грани. И вообще, нам бы получить от папы подпись для мясного пропуска, а не вот это вот всё. И далее всё как по инструкции. Пропуск, мясо, трактор превращает день в ночь, а Солит Стив движется в пожарную часть. Мы внутри. Сразу же кормим пса и делаем весьма странное открытие. Та-дам! Чиз! What are you doing here? Just standing here, waiting to be drawn. You just hang out here? All the time? I'm not a person, Steve. I'm an object. You'd do well to remember that. A person is his job. Someday you'll understand that. And if you don't, it won't matter, because you'll be dead. Dead? Have you gotten your lodge application in yet? Yes, of course. Also, I love penis. Good. You may survive yet. Далее этот прекрасный атлант предполагает, что мы пришли за куском ткани и с радостью подсказывает, где она лежит. Мы ее забираем и валим отсюда в следующий день. Вроде бы все норм, и игра идет в своем странном, но относительно приемлемом ключе. Масон в восторге от нашей выходки, а все в городе в голос геечков, которые устроили в пожарке, настоящий батл-рояль подозревают друг друга в граже. Нам же теперь дают следующее задание. Украсть красивую барберную штуку из барбершопа. Опять же, все весьма рофельно и безобидно. Блин. Похоже быть, шутняры реально прикольно. Так же прикольно, как спалить учителей в школьной кладовке за занятием непотребностями. Хе-хе-хе. Ну да ладно. А? Что? Скруинг в школу-прум-клозет? Что люди думают? Ты черт-маливая нас, ты маленький хер! Для взлома в здании необходим определенный инвентарь, на который нужны деньги. Где же их взять, спросите вы? На самом деле, достаточно легко. Дочка Эдны все еще не нашлась, а значит, если ее найдем мы, то сможем заработать бабос. Правда, конкретно тут стоит быть максимально внимательным, ведь просто так ее не увидишь. Для начала стоит прогуляться по кладбищу и обнаружить под столом свежевскопанную землю. Вскопав этот бугорок, мы обнаруживаем изуродованный труп Карин. Из ее трупа вырвали позвоночник с черепом. Ее тело настолько изуродовано, что узнать ее можно только по платью и детской сумочке. Берем сумочку, относим Эдни, слушаем ее плач и забираем награду за хоть какую-то находку. Кстати, в это сложно поверить, но на самом деле девочку можно было спасти. Если бы мы прошлой ночью зашли на кладбище, то увидали бы, как девочку закапывает мистер Потсдам. Ах ты негодный жирафуфел. Да, я знаю, что это мистер Потсдам сказал, но это не правда. Я был в доме на Holocaustке. ВСР Потсдам выдачуся на меня. Невестно, что ли, Миссер Потсдам? Это коррекция, Мистер Потсдам. Да, пусть-постдам. Так, сте, намного пациента нет? Уродный пациент, Матер! Пациент не для лазой пациента. Это для пересекума. Я не буду делать мой мит с ним. Мой мит! Мой мит! А вот маман Стива относится ко всему этому с позитивом и надеется, что несмотря на смерть дочурки, Эдна все равно сварганит печенюшки для ярмарки. Ведь нельзя позволять семейным трагедиям мешать выполнять свои обязанности. Мы закупаемся, и снова трактор превращает день в ночь. Наш гехидный мальчонка Стив ломает стекло и откручивает барберский рофл. Ух ты, какая жуткая овечка. Наша пакость успешна, а новый день не заставляет себя ждать. Ну и в общем-то, на пятый день, даже вроде бы такой странный сказ о шутняре сумел меня поразить. Радостными новостями обрадовала нас мама. Ты слышишь, что произошло в барберском? Кто-то встал в пастер-роле и взял его антикер барберский рофл. На следующий день, Пастер-роле и встал в рофл. После столь любопытной точки зрения, я мгновенно побежал к парикмахерской пастер-роле. И чуть не помер с осмеху. Ой. Я ожидал, что масон стругает нас за внезапную смерть постороннего, однако он оказался доволен нашими деяниями. Шок! Смерть итальянца его вообще не смутила. И в этой ситуации он продал фразой Сэрави. Эх, в обычной ситуации Стива за такое бы уже давно посадили бы, но увы, это урожайск. Тут вполне спокойно могут посадить за попытку вломиться к себе домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый смех, конечно, что даже из такой ситуации шутняров удаляется выкрутиться. Субтитры сделал DimaTorzok Весьма необычайно многими событиями. Например, если Стив решит навестить Стефани в кои-то веки, то та намекнет на свое одиночество и нарастающую привязанность к Стиву. Стефани? Я чувствую так близко к тебе, Стив. Как мы единственные две люди в Харвест. Единственные две люди. Я требую чувствовать что-то снова. Это чувство, что я знал тебя. Это единственная связь к моему прошлому. Да. Может быть, это другая от память. Может быть, мы не помним друг друга так сильно, как мы вспомним свои чувства deep inside. Счастливые чувства. Может быть, тело имеет свою память. Давайте узнать. Счастливые чувства. Счастливые чувства. Эх, на этом бы закончить ролик. Да дать вам все произошедшее переварить. Да вот ху... Необходимым ингредиентом для идеального поджога будет клей. Просто мы с помощью него прикрепим формочку для выпечки на детектор дыма, чтобы вы поняли. И прежде чем я начну рассказ, вот вам небольшое предисловие для понимания дальнейшей ситуации. Очень часто в это время года в урожайск приходят бомжи и умирают просто вот так вот. Без какой-либо очевидной причины. И именно по этому поводу будет проведена ярмарка с торговлей печенюшками. Все полученные деньги будут потрачены на оплату покоронных услуг для нищих. А хранить их будет мойный Харим. У него, кстати, уже есть труп одного бомжа, который, по его словам, просто взял и умер. Вот так. Совершенно внезапно. Однако, если присмотреться, то можно увидеть явные раны насильственного происхождения. Обвиняем гробовщика в убийстве. И тот пытается откупиться от нас тюбиком клея. Мы принимаем взятку. И прощаемся с ним. Или же мы делаем фото дохлого бомжа сраной и показываем всему городу, до бугробовщика случился бугурт. Субтитры делал DimaTorzok Трактор превращает день в ночь, а город не особо-то и засыпает. В школе проходит долгожданная ярмарка, а дверь экстренного выхода закрыта с другой стороны. Внезапно узнается о внезапном поджоге телевизионной студии. Мы-то, конечно, понимаем, что это устроил почтальон, но для всех остальных это останется загадкой. Мы же не теряем времени зря и идем устраивать диверсию в кафешке бедной мамашки. Дело сделано. Смело вступаем в следующий день. Ой, и конкретно начиная с этого дня, игра начинает переходить даже те границы, которые были относительно приемлемы даже для меня. Первые моменты более странных странностей случились дома. Следом Стив разговаривает с мамой, которая крайне расстроена пожаром, провалившаяся ярмарка печенья, и что ее жизнь больше не имеет смысла. А потом случается это. Следом я решаю посмотреть на руины тех зданий, что сгорели ночью. Что ж, могу вас обрадовать. Наш актерских дел мастер теперь считает персонаж из Нью-Вегаса. Эй, не найдется ли монетки для Бакару, от которого отвернулась удача? Дальше лучше. На очереди кафешка Эдны. И конкретно тут я советую вам приготовиться. Из-за этого пожара сердце Эдна не выдержала, и она повесилась, оставив предсмертную записку, в которой сказала, что жизнь, она знаете ли, совсем не сахер. По итогу ее труп висит над барной стойкой, а печальный шериф смотрит на нее и со слезами уплетает пирог. Но и это совсем не все. Если бы мы все-таки спасли Карин, то ситуация, а после пожара, была бы совсем иной. Повесились бы они обе. Масонский челик радуется. Мы справились с заданиями на отлично и буквально готовы войти в здание ложа. Однако, осталось лишь дождаться официального приглашения, которое будет буквально скоро в наших руках. Надо лишь дождаться. С этими радостными новостями я помчался к Стефани и мигом понял, случилось что-то нехорошее. Никто ничего толком не говорит. Отец расстроен по поводу того, что мяса ему походу не видать, а мама предлагает Стиву прохладительные напитки, пока все сидят и ожидают шерифа. Вскоре он приезжает, и тут начинается такое. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Then I'll get to the bottom of this myself Yeah, I'm sure you will More pie, Sheriff? Don't mind if I do В общем, Стефа не убили, или же не убили Стив точно не знает Он забирает приглашение в ложу И даже пытается забрать позвоночник Но шериф обзывает его больным ебанькой И прогоняет Что ж, я даже хз, шо вам сказать Это, конечно, шокирует, но, блин Хотя бы у нас есть приглашение в ложу В общем, приглашение совсем не карточка А позвоночник с черепом И лишь принеся их сюда Мы заслужим прохождения в ложу Однако, дома уже ничего не осталось И нам придется идти на кладбище И прорваться в фамильный склеп подздомов Где меня ожидает дикая копченая собака На случай же, если вдруг Стив поведет себя Как упертый шутняра И вместо ложи пойдет спать Придумана альтернативная концовка Придумана альтернативная концовка Я сказал тебе Если вы еще в арвисте Для annual blood drive Вы должны донатить Что происходит здесь? Вы все уничтожили свои minds? И лишь теперь, с позвоночником в руках, Стив является перед мужиком в халате и тот произносит речь радостную, мол, ожидают Стива испытания, намекает, что возможно Стефани жива и вручает нам особый масонский кинжал. Наконец-то, то, что вы так долго ждали, стоп, подождите, ай-яй-яй-яй-яй, какая досада. Вот я сейчас записываю, показываю пальцем в микрофон, типа показывая на вас. Вы же не думали, что я просто так закончу, не дам вам узнать, чем закончится данная история, это же, это же, видимо, очень мучительно ждать продолжения и заканчивать на таком вот клиффхенгере я бы не стал. Шутняра в луке а-ля Щекотило оказывается внутри здания ложи, где его встречает свидетель платонической любви от слова Плоть. Ай, ты здесь, эксцеллент. Ты найдешь их через эту дверь. Извините? Ты ты экстерминатор, не ты? Полурослик говорит, что Стив, похоже, дезинсектор, да, нам бы тут нехороших паразитов уничтожить, так что Стиву лучше бы быть дезинсектором. А Стив такой, не, я нормальный чел. А полумуж такой, ну, тебе же хуже. Всем привет, я Стив, вы смотрите мой тревел-блог прямо из желудка. Желудка с кислотой, очами, очком и неведомой чертовой дрянью. О, я подписчик Бубса, когда урожайск еврейская морда. На случай, если вы только спросите, что это за фигня, то я отвечу, что без понятия. Ни с того ни с сего, игра вдруг решила из триллерной пародии на американский быт переквалифицироваться в ужасы. Поздравляю тебя, Стив, теперь ты в ложе, ну, по крайней мере, внутри здания ложи. Правда, внезапную радость обламывает надпись. На одежде Стива и его кожи желудочная кислота, медленно сжигающая его заживу. Кто-то женился, кто-то развился, а вот я переварился. Благо, в соседней комнате находится местный работяга, способный за пять афганских шекелей постирать и помыть Стива. И всё бы ничего. Да вот при входе в данное место у Стива отобрали вообще всё. Так что баксы приходится искать, бродя по страшным закоулкам с трубами, чудовищами, библейскими отсылками и разными людьми, которые внешне максимально похожи на злых близнецов и жителей урожайска. Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Оказывается, тут на обед, ужин и бранч подают мясо трупно-человеческое. Делаю удивлённое лицо. Чем больше я наблюдаю за приключениями Стива в данном заведении, тем больше у меня создаётся впечатление, что по сути это строение очень похоже на странную пупнув сратую солянку из самых разных комнат. Вот что здесь делает техасский бар. В техасском баре бухают только геи и ковбои, а фанатов Нью-Вегаса я чё-то тут так и не увидел. Зато тут, кстати, находится очередной пример вырезанного контента. Если Стив посмотрит в зеркало, то случится такая надпись. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, страшно-страшно. Однако изначально помимо надписи должно было случиться и это. Вообще я согласен с тем, что катсцену вырезали. Она больше имела бы смысла, если бы Стив был без рубашки. Зато именно тут наш красавчик наконец-то употребляет алкоголь. Стив уже такой взрослый, и после этого видит агрессивно настроенного себя с косой. А мой мальчик дерётся сам собою в гейском баре из Нью-Вегаса. Благо всё оканчивается хорошо, да пилигангер мрёт, в баре обнаруживаются деньги, деньги отдаются работяги, одежда чистая, а толстобровик же с чистой совестью убивает работягу. Зачем? Да потому что только так можно найти любимую фанатами очень моднявую косу. Зацени мой клёвый лук, мне очко лизал фи-дук. Простите, но я вынужден шутить современные шутки, дабы идти в ногу со временем. Ожидайте ещё там шуточку про бебру Мургенштерна. Вообще я уверен, что вы там сидите и котелок чешете в непонятках, а посему я вам поясню. Ложа состоит из нескольких этажей, и конкретно наше повествование остановилось на этаже первом. Всё, что нам нужно, это путём решения головоломок двигаться всё выше и выше, через тернии в мохнатая бунгало Крачковской. На самом первом этаже происходящее ещё относительно адекватно, ибо тут осталось всего лишь, чтобы убивать немного нечисти, скормить части человеческой, ту же обитающему под водой Валакусу, да забрать средства против гадких растений, убить само гадкое растение, а потом и стража. В принципе, на этом можно закончить первый этаж, да двигаться наверх, но я, пожалуй, лишний раз подтвержу образовательный статус нашего канала. Существует очень ложный и наглый слух, что в своё время на римских увеселительных о вечеринках 18+, была практика чрезмерного обжирательства. Однако многим было неприятно носить столько еды в себе, и поэтому на каждом культурном мероприятии был так называемый вумиториум, куда все гости могли блевать. Очень неприятный слух, не имеющий даже элементарной доказательной базы. Таким баловались богатеи и балуются до сих пор, но вот приписывайте римлянам, это оскорбительно, знаете ли. А вот в ложе есть свой собственный вумиториум, правда, это буквально ванна, в которой обычно люди купаются и... А-а-а... Ладно, валим отсюда. О, вау, вау, Стефани, походу дамы на лускуты пускают, надо поторапливаться. Второй этаж представляет из себя куда более культурное место, место эстетики. Уверен, что у маэстро Панасенкова тут было бы самое что ни на есть подходящее место. Ибо как минимум тут даются ответы на вопросы, которые я обычно не спросил бы. Типа, каковы границы искусства? И это достаточно забавный ответ, учитывая нынешнее порно-слэш-кентай-зависимое поколение с фетишами самых разных сортов. Хе-хе. То есть нам буквально говорят правду. Это было достаточно странно. Правда, несмотря на культурность данного места, именно тут Стив начинает драться все чаще и чаще. И звук такой, будто бьешь пориджи по пустой башке. Эта скульптура отвратительна, но странно-эротична. КОГО БЛИ- Галерея остается позади, и далее наступает череда загадок. Правда, в правильном порядке эти бериндейки прочти почти что невозможно. Я абсолютно хз, задумывали так разрабы или нет. Ибо и в том и в том случае это выглядит странно. Допустим, тут имеется библиотекарша, падкая на рофлы. Вы, конечно, не удивитесь, но от некоторых шуток этой бабки твитерские дети, скорее всего, скончались бы на месте в трусы. Ага, ну типа нынешние люди из лучшего общества считают, что прислуга не люди, а-а-а-а. Но, в принципе, эта шутка актуальна как никогда. Да, в пример, те же сперматоксикозники со Старкона также к косплеерам относятся. Ну, а в чем и речь? Она говорит, что поможет Стиву с поисками Стефани, если тот поможет вернуть книгу, которая находится у Кайна, страдающего по убитому брату. О, вот вроде простой квест. Из разряда «Подай, принеси, за яичко укуси». И, по идее, Стив должен пойти по такому пути. Сначала он идет к главе ложи, да бы тот подсказал насчет слабости Кайна. Далее находит в музыкальной комнате плетку, которая легким шлепком выбивает Кайну глаза. А потом, получив книгу, бабка дала бы совет насчет того, что ключик нужный находится у шахматиста на уме, а именно внутри черепа. Даже шрам есть доказывающий, что ему буквально ключ вшили в голову, который раскраивается об топор, если пацан ишит шахматную головоломку. На словах все звучит максимально просто, элементарно, как мастер... И все бы ничего, но все двери на нашем пути стоят во всратом порядке, а потому я просто вхожу во все подряд. И поэтому после бабки я пошел, убил шахматиста, зарезал Кайна и поболтал с дедом. И, судя по всему, разрабы прекрасно понимали, что в нужном порядке пройти очень сложно, ибо об этом говорит реакция Стива. А, вы обратили книгу, я вижу. Спасибо, молодой человек. Feel free to look around the library for anything that interests you. Вы told me you'd help me get to the third floor. А, да. Вы нужны специальные ключи, которые в держать наш residente Честмастер. Here is your clue. Along with the positions of his pieces, the Честмастер holds the key to the third level, always in his thoughts. That's the clue? Бабка в издевку, даже подсказку на листочек записала, чтоб мы не забыли. Уверен, что местный уборщик абсолютно солидарно разделяет мое настроение, ведь у него настрой очень даже не даже. Excuse me, you can't come in right now. I just mopped the floor. You think just because I'm a janitor I got no pride? That's all I got to do all day is clean up after you rich bastards? Take eyes before you get hurt! А это что за дверь? Ой, вот что бывает, когда клоуны заставляют пересматривать Владу бумагу, дослушать Мургенштерна, чтобы быть с детьми в младше пяти лет на одной волне. А еще Стив забирает у него ройфельный ключ и куклу. Данный этаж, помимо странных крестов, примечательен еще и тем, что имеет достаточно всратную возможность просрать свое прохождение, если ты как дебил играешь с одним сохранением. Вот две стойки с лагом Омерики. Их можно спокойно не брать и пройти далее. Ииии, если вы это не сделали, то вы проиграли. Начинай игру сначала, односейвовый ты дебил. Еще тут также можешь доски взять, которые тоже обязательно нужно подобрать. Теперь же Стив с этими предметами в кармане идет дальше. Пока что они ему не нужны. Его приключения и без этого насыщенные. Он застревает в комнате головоломки с бойлером, которая вот-вот рванет, а потом убивает работника. Это вообще что? Маленький амудэшный гномик, который не дает амудэшной сране взорваться во время игры в танки? Да ты заеб... О-о-о-о-о-о-о! Вот оно, глядите, комната славы! Так вот, доски вам нужны, чтобы с помощью них перейти комнату славы и попасть в комнату, которая вот-вот раздавит Стиву его сик жопу. Комната, кстати, полностью закрыта с двух сторон. И если вы не подобрали флаги, то все, конец игры. Но благо я по уму, тот еще высоко, а если хьюшный малый, а потом и мой сейв-лист максимально разумный. Его я вам, кстати, после игры обязательно покажу. В конце же второго этажа нас ожидает достаточно жуткий и опасный босс. Ура! Еще один этаж пройден! О-о-о, чудит мое сердечко Стефани, там совсем худо. Надеюсь, ее не заставляют сниматься в ремейке аморального грабежа. Что ж, а вот и третий этаж, и третий этаж! О-о-о, блин! Скажу мягко, тут испытания выходят на совершенно иной уровень. Если до этого были головоломки с драками и парой квестов, то тут же на самом деле головоломки нет. Стиву просто надо пережить достаточно необычный экспириенс. Первым испытанием оказывается храм воздержания. Молодой человек, я бы к этим бурнерам не притронулся, даже если байонета об них очком потерлась. Не бойтесь, мини-версии Влада Савельева не существует. Следующим на очереди оказывается храм материнской любви. Храм, где юные люди употребляют свою мать живьем. Наверное, тут должна быть какая-то очень циничная шутейка от меня, но мать достаточно здравые вещи глаголит. Из-за начала, дети были паразиты. Это что вы должны понимать. Существует жизнь от тебя. Существует жизнь от тебя. Вы не знаете половину этого. Это блеск от мамы? Это мистерий. Это то, что в мире нужно. Молодые маленькие мальчики кормят. Родители отмечают жизнь от общества. Они должны быть защищены. Нурчены. Все должно быть child-proof. И render childish. Но и в чем она не права? Храм тайной религии. Храм тайной религии. В этом месте Стив оказывается вовлечен в увлекательную викторину. Вы ребята тоже присоединяйтесь. Я показываю пальцы в микрофон, то есть на вас. Попробуйте проверить себя и свои знания. И первый вопрос таков. Какой же ответ на столь интересную загадку? Вы там выбрали ответ? Отлично. И правильный ответ таков. Чё, я не знаю, блин. Так, я так думаю, что вопрос тут с легкой заковыркой, с подвохом. Ну, конечно же, очевидно, что ответ... Ну, это я думаю совсем просто, учитывая прошлый ответ, хотя я думаю, вы и так догадались. Конечно. Бог, being almighty, hath no need to import anything his staff doth serve. Now, I ask the one final question, which is only known to those amongst the ranks of the saved. Is God a jar of strawberry preserves? A size 12 sneaker? A foot long hoagie? An all expense paid trip to Brazil? Or a new car? You are correct. Pass in peace, brother. А можно на этом моменте уже ролик закончить? У нас всё равно на этом ролике монетку отключит. Давайте я вам скажу то, что всё это концовка. Всё, игра кончилась, сейчас титры пойдут. Ну ладно, идём дальше. Следующая локация оказывается менее мозговыносящей. Это храм морали. В ней всего лишь сидит ветеран вьетнамской войны, пустивший свою семью на подиджи с митболами. Эм, а в чём он не прав, собственно? Я так понимаю, тот тип сейчас мне должны какую-то чушь затирать, но пока что говорят очень здравые вещи. Что дальше? Крам математики, где дед будет говорить, что 2 плюс 2 равно 4? Благо нет, мы оказываемся в холодосе, где мистер Поттсдам жрёт мясишка. Welcome to the temple of the mystery of flesh, Стив. Have a bite. Мистер Поттсдам? The mystery is this. Sometimes you have to lose some meat to get some meat. They wouldn't let me in until I demonstrated my worthiness. My invitation came after I buried Karen alive. Now I'm a butcher. You should have gotten your dad to hire me on. That way you could have been the boss. Instead of the prime cut. Забавный факт, кстати, ща угарнёте. По изначальному сценарию, мистер Поттсдам должен был быть голый. Да, голый жирафуфел жрёт мясо, а потом нападает на Стива. И разрабы реально засняли челика голым в оригинале. Однако, видимо, потом цензура их с этим не пропустила. И разраб буквально в пейнте нарисовали ему штаны. Причём так убого, что это просто невозможно не заметить. Обожаю эту игру. Следующая комната оказывается храмом похоти. Тут пожилые проститутки предлагают Стиву провести время с удовольствием. И он на самом деле может это сделать. И умереть от гонореи. Хорошо, что он решает парировать столь прекрасное предложение путём убиения жриц этого прекрасного храма. А вот в храме красоты Стив решает пойти путём троллинга. Если быть точнее, он отдал красавице зеркало и та сошла с ума от фантомных недостатков. Развёл бабу так сказать. Эм, к моему огромному стыду я вынужден показать вам, как наш бедолага Стив оказался вовлечён в развратные игры. И альтернативного пути я чё-то не увидел. Тут он буквально избивает незнакомого мужика плёткой. Ну, вообще, можно бить чем угодно. Хоть битой, хоть косой, хоть бензопилой. Но мы с вами будем считать, что шутняр решил следовать некому внутреннему канону. Ой, господи, дожили. Стива сейчас будет учить уму-разуму стример. Я бы сейчас пошутил, что этот дед пожилой Хесус. Но, как вы можете вспомнить, Лумис был больше по бабам. Ну и в чём этот дед не про... А, стоп. Я же рано или поздно иду в стример с концами. Чел несёт абсолютную чушь. Ересь. Умри, еретик. А в храме милосердия гладиатор заставляет Стива убивать пенсионеров. Я так понимаю, что если случится очередная пенсионная реформа, то она буквально будет такой. А вот в этой комнате нет никакого храма. Стива буквально заставляют просто драться с упротив, где градач Крусадёра и Р2Д2. О, господи. О, не удивлён, что школьный извращуга занимает весьма высокий пост в этой ложе. Прям как в жизни. Эти двое представляют из себя последние испытания перед последним испытанием. Стиву всего-то надо убить чела Фески, и он с заданием справляется на 5 с плюсом. И всё бы ничего, но всё. Стив в финале. До какого же абсурда тут всё иногда доходит. Я просто не могу. Товарищ масон вручает в руки Стива даму и подмечает, что каждый подъём по верёвке причинял Стефани лютейшую боль. Но хоть эта конструкция не была, как в «я плюю на ваши могилы». И наконец-то происходит пояснение всего того, чего до этого случилось со Стивом. И всё оказывается максимально просто и элементарно. Всё увиденное нами тут до этого, а именно люди, чудовища, убийства, это всё не настоящее. Стив в симуляции. Эдакий VR-мирок. Урожайск нереален, как и Мордовия. Но тут же возникает вопрос, а зачем Стива сюда запихнули? Это не больше, чем реалития virtual designed by the Harvesters для теста потенциальных membres. Участливо выполнено программ, ты получил право для данного веков. Песня. Прими. 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 По-другому. Субтитры создавал DimaTorzok И конкретно на этом моменте я оказался в замешательстве, ибо главная цель каждого жнеца это буквально абсолютно бессмысленное насилие и террор. Достаточно странная задумка, однако у данного смысла имеются свои корни. Игра изначально задумывалась как ответ на тогдашнее настроение консерваторов и верунов в отношении жестокости в медиа, мол, все насилия матюки и израз в медиа способствуют искажению людского мышления. И что из-за тех же жестоких игр подросток может стать будущим маньяком, дааа, именно из-за этого. В случае с урожайским разрабой так вообще специально пытались сделать максимально провокационную игру, и чтобы она специально умудрилась провоцировать у недовольных лютый негатив. Now you may become a harvester and re-enter the real world or stay in peace with young Stephanie and spend the rest of your life in the construct known as harvest. Ой, даже не знаю, все такое вкусное! Масон дает две пилюли на выбор, либо пацанчика со Стефани отключат от системы жизнеобеспечения, но зато последние мгновения жизни для них покажутся счастливой жизнью до самой старости. Масон дает две пилюли на выбор, либо пацанчика со Стефани. Либо же мальчик в рубашке с особой жестокостью кокнет деваху, которая по своей сути настоящий человек, от всех остальных убитых до этого, и лишь после этого с ней выйдет в реальный мир. Выйдет отсюда жнецом, троллей-шутнярой. Эти «harvesters», «производство» «воти все, что смерть без смерти и террор?» «Мы will feed the pain impulses directly into our brain, и затем pull the plug. Убей или будь убитым, я не буду говорить, что одна концовка плохая, а другая хорошая, они обе плохие и достаточно мрачные, разумеется, наиболее каноничным вариантом будет резня. Так что не обессудьте. Прости, Стефани, но быть подключенным к VR-чату до конца своих дней как-то пососно. Блин, ну и крепкая же у тебя башка. Реакция каждого зрителя после просмотра финала Урожайска. И без каких-либо объяснений Стива, а точнее уже полноценного жнеца выпускают в мир реальных, где он... Убивает людей! И играет в компик, попутно споря со своей мамкой насчет жестокости видеоигр. Играет музыка. 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 С одним лишь вопросом, а в чем смысл? Главная претензия, бытующая среди игроков, это то, что концовка по своей сути не несет какого-либо итогового вывода. Что пытался сказать автор. Что ж, сейчас я вам расскажу. В первую очередь стоит понимать, что урожайск не просто игра и отличный квест, а самая настоящая попытка сделать предмет искусства. Это игра-заявление. Ответ, ответ полный ненависти. Главный мозговой центр, источник вдохновения, режиссер кат-сцен, человек, давший свою внешность гробовщику и шахматисту, Гилберт Остин всю свою жизнь знатно бугуртил заявления ненормальных, мол, «Все эти игры, фильмы, мультика и музыка опасны, опасны для детей». Именно этот детский щит и выводил Гилберта из себя. Он боялся, что рано или поздно вся шиза может дойти до того, что вся культура развлечений будет строиться вокруг детей. И в какой-то мере он оказался прав, ибо... Корпорации буквально стараются выпускать контент с детскими рейтингами, чтобы бабла больше заработать. Сама возможность того, что искусство может быть ограничено рамками по тем или иным причинам, была неприятна. И именно поэтому при создании урожайска, а точнее Харвестера, Гилберт старался как можно дальше заходить туда, куда люди заходить не привыкли. Он глумился над американской культурой, выворачивал наизнанку храм семьи, вставлял в игру инцест персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации, дабы выбесить правых, и рофлил над этими самыми пожарными, дабы взбесить левых. И вставлял в игру интересные задники, которые по отдельности выглядят очень даже достойно. Он столько всего постарался впихнуть в игру и обмазал всё это настолько странным сюрреалистичным сюжетом, что попытаться хоть как-то создать меняемый итог будет сложно. Однако автор смог это сделать. Ибо концовкой стоит считать не весь вот этот перформанс со Стефани и товарищем масоном, а буквально всю финальную часть с ложей. Все члены ложи буквально вываливают на игрока мысли автора, и судя по пропитанным циничностью речами, можно заметить всю ту ненависть, которая кипела внутри Гилберта. И несмотря на эти буквальные речи, автор всё же оставил работёнку для игрока, а именно чтобы он, стоя пред привратником, сам для себя сделал выводы из всего того, что увидел. Что меня действительно взволновало в Харвистер, так это то, что я чувствовал, что Харвистер может стать настоящим произведением искусства. Под этим я подразумеваю цельно направленную работу, которая помимо артистизма, визуальных эффектов и острых ощущений от игрового процесса, имела бы более абстрактную основную тему, например, литературное произведение. Самим своим существованием оно ставит игрока в конце игры на позицию главного героя в игре, вызывая вопросы о влиянии насилия в СМИ на аудиторию. Но, к огромнейшему сожалению, Гилберта Остина ждало одно из величайших разочарований, ибо на игру свалился огромный ушат говна. Мало того, что при разработке игры были просраны все сроки, а сама игра вышла не такой, какой Гилберт хотел. Многие фишки были нереализованы, как, например, о постоянно идущее время в игре. Приходим мы на кладбище в 3 часа ночи, там происходит одно, приходим на кладбище в 5 часов ночи, там происходит совершенно другое. Плюс ко всему этому, игра не окупилась, и многие игровые журналы поставили игре низкие оценки, назвав игру посредственностью. По мне, так в целом, игра на твердую троечку не тянет, хотя, конечно, и не халтура. Так, серединке наполовиночку. Для того же Гилберта это оказался очень ядовитый удар. После выхода игры студия вскоре закрылась, а Гилберт Остин полностью пропал из инфополя. Будто бы его и не было. Плюс ко всему этому, случился самый ироничный случай за всю историю игровой индустрии. Курт Стефан Кислер, актер, давший свою внешность главному герою Стиву Мейсону, несколько лет назад был осужден за хранение ЦП. Плюс ко всему, когда его вязали, он буквально был той самой рубашки из игры. Из-за этого создается очень страшное впечатление, что и без того жуткая, бессмысленная по контенту игра проклята. И ей место на полке забытых крипипаст. Благо, неоткуда без добра, со временем игра обрела хоть и небольшую, но очень верную фанбазу, которая жива и до сих пор. Допустим на фейсбуке, да, весь фанклуб с неким Арном Малином во голове. Люди в этом клубе делятся своими находками по игре, найденными обзорами из журналов, рекламу, инфой о дальнейшей жизни актеров, как например Стефани, которую так и не удалось вырваться в большое кино. Весьма неплохо для небольшого комьюнити. Забытый ретро и горе без сюжета, да? Надеюсь, этот факт хотя бы немного допорадовал Гилберта. Да что уж там, все эти ваши желания узнать полную историю Харвестера, все эти лайки и просмотры о чем-то договорят. Не важно, что об игре пишет игрожур, они никогда ничего не понимали, но вот игроки, они же видят. Весь этот юмор, мемный потенциал, культурная ценность и шок от происходящего и прочее показали, как все вышло на самом деле. Урожайск хорош, очень годная игра, не без проблем, конечно же, но и человечество не идеально. Причем настолько не идеально, что выход подобного контента в наше время оказался абсолютно невозможным. Из-за политкорректности, ограничений свободы слова и менеджер с их графиками, показывающими, что фэмили-френдли контент более выгоден. Глядя на все эти ужасы, Фортнайт, понимаешь, что урожайск был не просто неплох, он был хорош. Настолько хорош, что невольно начинаешь по нему скучать. Именно так, игрок, прошедший игру, вскоре понимает, что он всегда был шутнярой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok